Девушки отдыхают 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 И она проходит по корням тысяч деревьев, которые могут не пережить зиму, если эту самую траншею оставить вот так вот открытой, с оголенными и перерубленными корнями. Поэтому мы решили, что мы своими силами наведем порядок, то есть закопаем эту траншею, в первую очередь там, где корни деревьев, ну и по возможности везде, где сможем. То есть мы начинаем сегодня, в субботу, 14 октября, но по-видимому будем это продолжать. Сегодня очень серьезные условия, дождик идет, поэтому многие подумали, что может быть будут отменены работы, но мы решили, что все-таки мы начнем, потому что это очень важно и у нас нет другого выхода. Я как депутат писала в прокуратуру, и прокуратура просто не дала никакого ответа, установленный законом срок, так что придется жаловаться прокурору города, если потребуется, генеральному прокурору. Узители писали, вот, и в различные инстанции, но ответов не получали, то есть, ну или получали какие-то отписки бесподережательные совершенно. То есть никто не хочет принимать меры. Мы хотим привлечь таким образом внимание вообще к этой теме, что у нас по всему городу, не только в нашем районе, вот так вот, как попало, по поводу и без повода роются и бросаются траншеи. Это и некрасиво, и это наносит ущерб зелени, и это опасно. Вот так вот остаются плохо огороженные траншеи на огромных территориях. Вот, и то, что нужно, в конце концов, подвергнуть порядок. Мы не намерены это терпеть. Мы будем продолжать жаловаться и находить виновных, и заставлять должностных лиц выполнять свою работу. Мы не хотим мириться с тем, что по нашей территории идет такой незаконный и опасный объект. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.